Всем привет! Вы попали на канал Денисенкова Анастасия. В сегодняшнем видеоролике я вам хочу рассказать о сыворотке для лица реставратора барьера кожи. Я вам чуть-чуть попозже, ее поближе покажу. Идет она в такой вот коробочке. В принципе, вся серия, ну и дорогие продукты компании Фаберлик, они идут дополнительно в коробочках. Здесь есть, помимо того, что коробочка, инструкция к применению, полное подробное описание конкретной сыворотки. И не только этой сыворотки, но и всей линии тех сывороток, которые были в этой линии. То есть она не одна единственная. Там еще была сыворотка для лица для интенсивного ухода с возраста 20 плюс и с возраста 30 плюс. Я пробовала уже 25 плюс. Ее сейчас ни в каталоге, ни в компании, по-моему, ни на складах ее нет. Достаточно хорошая сыворотка. Но не прямо супер-супер, а хорошенькая такая. Относительно хорошая. А вот эта вот сыворотка, про которую я сейчас вам буду рассказывать, она подходит для интенсивного ухода за кожей с возраста 20 плюс. И подходит она для сухой, раздраженной и чувствительной кожи лица. У меня возраст уже не 20, да, и не 20 плюс даже, а немножко подальше. И еще, плюс ко всему, у меня не сухая кожа, не раздраженная и не чувствительная кожа. Но я эту сыворотку брала исключительно для того, чтобы пользоваться ею зимой. Кожа зимой у меня намного суше, намного чувствительнее, потому что реагирует и на центральное отопление, реагирует и на морозы. И еще мне понравилось, что эта сыворотка, она на мысленистой основе. Я безумно люблю сыворотки на мысленистой основе. И со своим типом кожи, у меня комбинированная кожа летом, я бы, наверное, сыворотку эту себе не позволила именно летом. А вот для зимы она мне очень хорошо подошла. И вот эта сыворотка, она подойдет, естественно, зимой. Даже тем, у кого кожа лица комбинированная, даже, возможно, и жирной подойдет коже. И, опять же, на все времена, на все сезоны, на зиму, на лето, на весну подойдет людям с чувствительной кожей. И я так думаю, очень хорошо подойдет тем, у кого возраст не только 20+, но и возраст 45+, 50+, потому что у женщин, преимущественно, с таким вот возрастом, кожа, она более сушая. И ей требуется больше питания, больше увлажнения, больше восстановления. И вот эта вот сыворотка, я думаю, скорее всего, те, кто любят люди сыворотки на мысленистой основе, эта сыворотка, она подойдет и для женщин любого возраста. Но вот, как я еще расскажу, я ее брала исключительно для зимы. Хотя у меня здесь немножко вот осталось уже, я ею буду продолжать пользоваться дальше, потому что морозы у нас еще остались с утра, они у нас есть. С утра у нас холодно, мороз, потом уже к вечеру, ко дню, к 12, к часу разогревает. Тем более, у меня осталось ее чуть-чуть, хотя я пользовалась ею достаточно долгое время. Я не помню, когда я ее покупала, но, наверное, месяца два я ей точно пользовалась, а может быть, даже и три. И как ей пользоваться, вот этой сывороткой, вы наносите ее на предварительно очищенную кожу лица, утром или вечером, под свой какой-то любой крем, либо вместо крема. И этим продуктом нужно пользоваться, как любым другим концентрированным продуктом, либо сывороткой, курсом. Курс предполагает от 30 до 60 дней. И я этот курс, естественно, прошла, потому что я пользовалась, наверное, больше двух месяцев, это точно. И у сыворотки у меня все равно осталась одна треть общего объема. И как я пользовалась этой сывороткой? Я умывала лицо, протирала лицо тоником и потом наносила сыворотку. Старалась я наносить ее утром. Вечером я пользовалась другими сыворотками, другими продуктами, другими масками. А утром почему? Потому что утром я выходила на улицу, опять на тот же самый мороз, либо, допустим, в офис, в помещение, где у меня работает отопление. Ну и даже дома, опять же, у нас центральное отопление. То есть для того, чтобы у меня с утра кожа была более защищена. Вечером нам требуются какие-то, возможно, более легкие сыворотки, более увлажняющие крема, тем более зимой. А вот зимой утром мне хотелось все-таки больше питания, больше какой-то защиты. Эта сыворотка давала мне 100% защиту. У нее здесь очень богатый состав. Включает она в себя церамиды, которые восстанавливают структуру и целостность липидного барьера эпидермиса, поддерживают водный баланс кожи, устраняют шелушение и сухость. Сухости и шелушения этой зимой мне вообще не наблюдалось. Хроножена восстанавливает кожу на клеточном уровне, защищает ДНК и мембраны клеток от повреждения ультрафиолетовыми лучами и радикалами. Медуланктон – это компонент масла цветов лимнантеса, снимает шелушение и раздражение кожи. А также сюда включается витамин А, Е и С. Ну и, как обычно, кислородный комплекс, который входит во все средства по уходу за лицом компании Фаберли. Сыворотка находится в таком вот флаконе стеклянном вместе с дозатором. Дозатор очень удобен в использовании. Вот видите, даже чуть-чуть я нажимаю, и уже выделилась капелька сыворотки. Но нам чуть-чуть побольше нужно ее. Видите, она полупрозрачная такая, практически прозрачная. И на маслянистой основе идет. Несмотря на то, что сыворотка на маслянистой основе, она очень хорошо впитывается в кожу и практически не оставляет никакой жирной пленки. То есть, есть вот такое ощущение, что что-то вы нанесли на руку, но это не какое-то растительное масло. Есть вот небольшой эффект липкости, но только лишь небольшой эффект. И на зиму это очень хорошо, потому что я люблю, чтобы зимой у меня кожа была очень хорошо защищена. И поэтому я обязательно наношу какие-то определенные сыворотки. Обожаю сыворотки на маслянистой основе. Еще наношу дополнительно свой дневной крем, какой-то питательный. Вот этой зимой я пользовалась кремом для лица Вербена. И еще дополнительно наношу сверху тональный крем. Мне это дает прям вот стопроцентную защиту, очень хорошую защиту. И мне тогда не страшен никакой ни мороз, ни сильный ветер, ни холода. И я заметила, что этой зимой с помощью вот этой сыворотки, я надеюсь, что, конечно, с помощью нее, ну, конечно, я применяла в комплексе, опять же, крем, всю серию Вербена, крема для лица. У меня кожа не шелушилась, не раздражалась вообще. Вот как вы видите, несмотря на то, что сыворотка маслянистая, на коже у меня никакого даже жирного пятна не осталось. Видите, даже не блестит у меня кожа. И вот я сейчас трогаю все, абсолютно все впиталось, нет ощущения крема, сыворотки или чего-то жирного на коже. Просто я чувствую разницу между вот этой вот частью, на которую я нанесла, и вот этой. Вот эта она такая мягенькая, приятная на ощупь, а вот эта она более шероховатая. Учитывая, что зима уже прошла, но тем не менее, я рекомендую эту сыворотку взять всем тем, у кого возраст 20+, и у кого наблюдается какая-то сухость лица, либо, допустим, раздражение на лице, и у кого чувствительная кожа лица. То есть, она идеально подойдет даже в весенний сезон, и можно попробовать ее летний сезон. Я так думаю, коже это нисколько не повредит, не помешает. И учитывая, что сыворотка хорошо впитывается в кожу, не даст какого-то дискомфорта на лице в летний период времени. Я думаю, стоит ее попробовать. Тем более, в каталоге в четвертом, сейчас в данный момент, эта сыворотка, она идет с очень хорошей скидкой. В то время, когда я ее покупала, она стоила там 300 с чем-то рублей, по-моему, 359 рублей. Сейчас же она вообще стоит 199 рублей. И хотя сыворотка на маслянистой основе, но видите, она при смешивании, при взбультыхивании, она как масло не делается. То есть, она не густое. Я считаю, что она на маслянистой основе хорошо распределяется по коже лица. Совсем чуть-чуть нужно. Но сами посмотрите. Потому что у каждого свое состояние кожи. Хотя в аннотации написано, что необходимо 3-4 капли использовать. Но у всех и площадь лица разная. У кого-то маленькое личико, у кого-то большое лицо. И, возможно, это еще будет зависеть от состояния кожи. То есть, насколько она у вас сухая. Потому что, например, сыворотка, она может моментально впитаться. А мне, например, я люблю, чтобы какое-то было ощущение, что я что-то нанесла на лицо. Какой-то ухаживающий препарат я нанесла на лицо. И поэтому я могу еще повторно разнести, чтобы почувствовать, что у меня что-то на лице осталось. Но вот такой вот человек. Хотя я знаю и учили нас, что кожа сама у нас умный, такой достаточно орган. И она сама разносит, куда ей нужно, питательные вещества с током крови. И достаточно всего лишь чуть-чуть нанести и вбить пальчиком, и для того, чтобы все это распределилось. Но я, например, такой человек, это моя личная особенность, что мне необходимо, чтобы я чувствовала, что я нанесла тот или иной крем на лицо, чтобы это ощущалось. Не, конечно, чтобы это лежало какой-то маской или жирной пленкой. Поэтому я могла наносить ее в два раза, в два слоя. Не 3-4 капли, как положено, а 5-6. То есть смотрела все на свое усмотрение. Не обязательно придерживаться инструкции. Нужно руководствоваться своими какими-то внутренними ощущениями, что, собственно, я и делала. Но это все, что, в принципе, я вам хотела сказать. Если что-то я вдруг упустила, то обязательно задавайте свои вопросы внизу. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.